Вы, дорогие медицинские сёстры, приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, берёте на себя ответственность за жизнь и здоровье пациента. Вам мы обязаны своим хорошим самочувствием, настроением и работоспособностью. Благодарю всех за подвижнический труд, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. С праздником вас, уважаемые! Эти слова в равной степени относятся к каждому из 897 представителей сестринского дела, которые работают в городе, районе и узловой больнице станции Белово. Инициатором этого большого объединённого праздника стала председатель регионального отделения профессиональной ассоциации медсестёр Кузбасса Любовь Зотова. Такие праздники, считает она, необходимы. И вот почему. Чтобы поднять престиж профессии, повысить её профессионализм, квалификацию, вот потихонечку как-то мы немножко продвигаемся и поближе становимся, ближе к врачам, попрофессиональнее, повыше ступень, чтобы к нам больше специалистов пришли непосредственно в наши учебные заведения, чтобы поступали в пиар-профессии. Однозначно. У каждого из 65 человек, награждённых сегодня, в профессию своя дорога. Фантазёр, КВНщик, фельдшер скорой помощи с трёхлетним стажем Михаил Шмарихин в детстве мечтал стать мушкетёром. На вопрос, как из Д'Артаньяна он превратился в рыцаря скальпеля и стетоскопа, отвечает. Свалю лепту в мой профессиональный выбор, внёс кинематограф. В общем, насмотрелся сериалов про скорую помощь и захотел там работать. В этом месте романтика какая-то, как бы даже, так знаете, по краю ножа иногда. В реальной жизни, в отличие от кино, говорит Михаил, много рутины, но всё перевешивает та самая почти мушкетёрская романтика. Иногда, да, прям как в кино. Под утро поступил вызов, что плохо беременный в сауне. Ехал без задней мысли абсолютно. Приехал и увидел, что вот женщина уже готова рожать. Это был первый раз, отработал там буквально, ну, ещё месяца два-три. Ну, и почувствовал, как у меня подкашивается на неё. В результате у женщины появилась чудесная девочка, а у вчерашнего студента медколледжа неоценимый опыт, который пригодится не только в профессиональной деятельности. Михаил – капитан весьма успешной Беловской медицинской команды КВН. В прошлом году у нас был межтерриториальный КВН, Гуревский район, Беловский район, Красные Броды, Белово. Мы выезжали на территорию Гуревска и заняли там первое место. Свои маленькие победы эти люди совершают каждый день. Среди них медсестра с 37-летним стажем Валентина Вагнер. 27 последних лет она работает в хирургическом кабинете. Маленькая хрупкая женщина профессию выбрала ещё в детстве. В память о тех, кто помогал ей справиться с болью во время 8 сложнейших операций. С той же отдачей своим пациентам помогает и она. Меня люди все любят. В полмогорах про меня никто не может плохо сказать. У настоящей медсестры души и сердца должно хватать на каждого пациента. И пока в городе есть такие люди, будем жить. Кто-то из мудрых сказал, медсестра – это ноги без ногого, глаза ослепшего, опора ребёнку и молодой матери. Уста тех, кто подавлю в себе или слишком слаб, чтобы говорить. Для всех сегодня мы хотим, чтобы профессионализм, теплота, забота всегда находили отпуск в сердцах пациента и возвращались к нам, согревая нас в любой жизненной ситуации. С праздником, дорогие! Сегодня виновникам торжества вручали муниципальные премии и награды. Уровень, который областную и министерские награды, нас ждут на губернаторском приёме после, наверное, скорее всего, 22 мая. И на свете тебя ещё нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняй от ответ. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, твою жизнь охраняй от ответ.